Я просто случайно увидел ваш номер в интернете, ну как бы на YouTube. У вас там случайно не ночь? Сейчас, сейчас скажу, у нас 18.21 на моих. А, 18, ну у вас даже еще как бы это... Меньше тема времени. А вот подсобить, ну как, может подсобить? Ой, извиняюсь, что ты говоришь, не могу это нормально говорить. Подсобить сможете? Тут, короче, такое негативное явление у меня произошло. В общем, совершенно случайно кредит взял. Да, вообще этого никогда как бы не брал кредит. Взял на курсы, так называемые. Ну, как бы, без работы уже достаточно долгое время. И что-то девушка эта... Позвонила один раз, позвонила второй и говорит, да там все нормально будет, будешь зарабатывать. И, короче, я... Я говорю, да нет, не надо. Ну, потом как-то она меня, говорит, убедила там, типа это... Ну, там... Типа все окей. Типа не переживайте. Потом я просыпаюсь на следующее утро, думаю, мне сейчас надо ей новую. Ну, короче, этот... Ну, как бы в ходе разговора, что-то там общались. Он говорит, да типа закупишь этот новую, там все нормально. Ну, я так подумал, а нафиг мне это надо, там... Не готов я, как говорится, к этим всем баранам. Звоню туда, а она, короче говоря, этот телефон прикрепила, не знаю, или кайпи-телефоне. Я на горячую линию звоню. И я, ну, заявку расставил и претензии написал. Просто говоря, со мной уже не... Я говорю, типа этот... Топой сяжется. И сейчас уже подходит время, со мной никто не связался. Ну... И мне надо сейчас этот кредит как-то отменить, я не знаю. И суд подавать. Давайте я буду задавать вопросы. Я понял. Понял, что ничего не понял. Давайте я задам вопросы, а вы отвечаете только на вопросы. Понятно. Если... Вы слушали... Если вы слушали внимательно... Все очень, как говорится, доходчиво объяснил. Вот можете отвечать на вопросы, которые я задам? Да, давайте, спрошу тебя. Значит, а вопрос первый. Вы взяли кредит? Да, нет? Да, да. Вот взял кредит. Не надо мне рассказывать. Если вы хотите, чтобы я вам помог, просто отвечайте на вопросы. Мне... Ну, спокойно, разговаривайте, пожалуйста. Вы мне с какой целью позвонили? А? С какой целью позвонили? Нет, вы начинайте, чтобы у меня повышать голос и так далее. Я же с вами нормально общаюсь. Смотрите, у меня время, как бы, оно... Ну, не резиновое. Если вы хотите, чтобы я вам помог... Не, я понимаю, да. Но я же... Там, я не знаю. Я не ваш, там, какой-то, там, пивной друг или ваша жена, чтобы вы сами так общались. Если общаемся, то общаемся нормально. Если нет, то нет. Ну, у нас уже, получается, разговор не получается, правильно? Вы ко мне обратились за помощью. Я готов вам помочь. Да, да. Но для того, чтобы мне помочь... Производит ковсот, понимаете, для возврата денег с этих, так называемой компании. Если вы наберетесь терпения, я вам коротко скажу, а там дальше уже будет решаться. Ну, я... Я вас слушаю, я вовсе не хотел вас... Пожалуйста, вы меня просто не перебивайте. И вы можете потом сказать, какая у меня интонация плохая, нехорошая. Я человек, который... Люблю четко, по полочкам. Раз, два, три. Да. Мне вот эту дискуссию, демагогию, перебивать меня не надо. Не надо меня перебивать. Задавайте вопрос. Вот. Соответственно, задаю вопрос. Вы взяли кредит. Я это задаю для себя, не для вас. Для того, чтобы мне быстро, коротко понять суть проблемы и дать вам какой-то ответ. Значит, вопрос. Вы взяли кредит, правильно. Вы кредит взяли в интернете. Я не задаю... Послушайте меня. Вот смотрите. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что люди тратят и свое, и мое время. Если я буду спрашивать, какого числа вы взяли, вы будете отвечать. Мне эта информация не нужна. Понял. Мне нужна информация, ровно ответ, как можно короче на мои простые вопросы. Понял. Понял. Вы взяли кредит в банке, либо вы взяли кредит онлайн? Онлайн. Онлайн. То есть, вы подписали этот договор кодом на смс, который пришел на телефон. Правильно я понимаю? Ну, я, да, я сообщил код, но я не подписывал, как бы. Я, я повторюсь, я... СМС к вам приходить. Давай, посмотрите, не надо. Да. Если я понимаю, что вам сложно, я буду задавать другие наводящие вопросы. СМС на телефон вам приходило? Да. Этот код вы вводили куда-нибудь на компьютере? Ну, код, я вам говорю, вот эта девушка, вот она за меня... Вопрос. Смотрите, послушайте меня. Задаю вопрос. Вы код вводили? Вы просто, вопрос-то простой. Да, нет. Да, нет. Вот я вопросы задаю простые. Нет, не вводили. Не вводили. Не вводили. Следующий вопрос. Кто вводил этот код? Код вводила эта девушка, которая... Следующий вопрос. Эта девушка, что за это... Кто такая эта девушка? Ну, я так понял, это служащие вот этих курсов. Каких курсов? Ну, на которые, по программированию, на которые я планировал как бы обучаться. Хорошо. Задаю следующий вопрос. Вы самостоятельно зашли на сайт банка, которым брали кредит? Нет. Или это сделала девушка? Это девушка сделала. Правильно я понимаю, кредит взяла на вас девушка. Вы только ей сообщили смс-код, который вам пришел. Правильно? Да. Вы в правоохранительные органы обращались? Нет. Вы персональные данные этой девушке передали, потому что недостаточно ввести код. Нужно паспортные данные, фамилия, имя, отчество, номер телефона. То есть, вот эти все персональные данные кто вводил на сайте? Ну там мои персональные данные, я так понял, уже были введены, я просто подтвердил их и все. А что за банк? Где взяли кредит? Тиньков обычный. Как? Тиньков обычный. В Тинькове, да? То есть, на сайте Тинькова это девушка. Вы ее в лицо видели когда-нибудь? Знаете, как ее зовут, фамилия, имя, отчество? Нет, я вот в ватсапе просто этот, как бы, я не знаю. Ну, в ватсапе, ну, как бы, она мне скинула информацию. Хорошо, следующий вопрос, я понял, не надо дальше рассказать. Следующий вопрос. Вы деньги эти получили себе на карточку или как? А как, куда деньги пошли? Деньги ушли вот этим вот, так скажем, владельцам, кто там этими курсами занимает. То есть, деньги вам на карточку не поступали, правильно я понимаю? Да, деньги мне не поступили. У вас есть реквизиты, куда поступили деньги? Номер карточки, может быть, как все это происходило? Нет, нету. Нету. Смотрите, я понял суть проблемы. Было совершено в отношении вас мошенничество, на вас был взят кредит. Причем деньги поступили, я так предполагаю, каким-то третьим лицам. Вам надо написать заявление в правоохранительные органы, где описать вот эту ситуацию. О том, что вот некая такая-то девушка, сделать скрины, переписку показать, что вот ввели меня в заблуждение. Я думал, что таким образом оплачу там какие-то курсы, услуги там, так сказать. Вот. В результате таких действий на меня был оформлен кредит. Деньги в итоге я не видел. Деньги ушли к это неизвестным лицам. Соответственно, они могут это, правоохранительные органы легко установить. Потому что банк переводит на конкретные реквизиты. Понятно, что не на ваши. Да. Здесь нету никаких гражданско-правовых отношений. Здесь нужно возбуждать уголовное дело. Его расследовать. Банк, если на вас выставит иск, взыскание с вас задорности по кредитному договору, вам нужно будет в суде доказывать о том, что вы кредит фактически не брали. И это, в принципе, вам будет легко доказать. Потому что, несмотря на то, что вам пришел этот код, вы этот код не вводили. Персональные данные вы не вводили. Это делали мошенники. Более того, деньги, самое главное, вы не получали. А раз вы деньги не получали, соответственно, кредит вам не предоставлялся. Понимаете? Есть такое понятие оспаривать кредитный договор по безденежности. То есть, вы не получили деньги. Потому что вам деньги должны были перечислить на вашу личную карточку, оформленную на вас. На ваш счет. Понимаете, да? Нет. Либо вам на руки наличка выдана. Соответственно, раз вам деньги не выдали, кредит с вами и не был заключен. Соответственно, банк, когда заключает с вами вот этот договор, займа так называемого, кредита, как угодно, там в зависимости с какой МФО, либо с банком вы заключаете, он обязан провести верификацию. Он должен установить, что именно тот человек, который себя выдает за получателя кредита, кто вносит персональные данные, кому приходят электронные подписи, смс, именно он это делает. Понимаете? И именно ему деньги перечисляются. Раз банк этого не сделал, он несет риск, что он бабки перечислил другому человеку. Понимаете? Ну, мошенникам. Ваша задача, в принципе, достаточно легко, вы суд выиграете. Но, естественно, если вы не будете себя защищать, то банк подаст в суд, предоставит вот эти вот бумажки о том, что якобы вам перечислили, там проверят, что ваш номер телефона, то-то-то-то. Ну, короче, сильно вникать не будут и судебный приказ взыскать. Вам нужно будет отменить судебный приказ, потом подать встречный иск о том, что вы договор не заключали и, соответственно, суд вы выиграете. Тут вопросов быть даже не может. Потому что вы, самое главное, деньги не получали. А правоохранительные органы должны установить, кто конкретно обманным путем, вот таким вот способом получил ваши персональные данные, сделал определенные действия и обманным путем получил эти деньги. Вот вся сумма. То есть немного, так скажем, слукавить, я так сказал, да? В каком смысле слукавить, не понял? Не, ну она же позвонила, я как бы сказал, вот ей этот код и так далее. Ну, понимаете, я как бы, может быть, некорректно спрашивать, сколько вам лет, но у себя только спрошу, сколько вам лет? 40, да. Сколько? 43. 43. Ну, чуть-чуть помладше меня. Ну, очень странно, что вы смс-коды отдаете посторонним людям, понимаете? Ну, по-моему, надо как-то потратить. Ну, видите, я просто хотел обучаться, мы, ну, я просто заметил, что в интернете, нет, эти курсы, я же говорю, я позвонил на следующий день, как бы, ну там еще немного выпил я. Ага. Ну, в принципе, я нормально как бы все помню, вот. Я им позвонил, я говорю, я не буду обучаться, говорю, верните мне деньги. Они сказали, ладно, окей, мы тебя поняли, мы это сейчас запишем, вот номер обращения, вот. И с вами свяжется там этот… Никто с вами не будет связываться. Вы подверг, это мошенничество. Сам, понимаете, сам факт вас должен был насторожить, что вы смс, который получили, передаете третьим лицам. Откройте телефон, посмотрите, где вам смс-ка написано. Там написано русским языком, не передавайте этот смс, никому не сообщайте. Ну, прочитайте. Написано там такое? Честно? Ну да, но я думал то, что… Да думать не надо. Есть конкретные факты, вам прям банк пишет, никому не сообщайте, никому не сообщайте. Вы берете и сообщаете. А дальше… Нет, я просто думал, эти деньги, они сразу же уйдут. А почему тогда банк мне не сообщил, что… Банк вам все сделал. Банк вам предоставил смс-код и где написал, что если вы этот код, если вы там ничего это не оформляли, игнорируйте, никому не сообщайте. Понял, 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 понял. Это я должен был, по идее, зайти туда и взять этот кредит. Конечно. Вы должны были взять кредит, а потом этими кредитными деньгами расплатиться за те услуги, которые вы там хотели купить, заказать или тому подобное. взяли, отдали информацию и кто-то взял на себя под вашим именем деньги, вот и все, вас обманули. Ну, она, да, я просто помню, что у нее просто как бы доступ был к этой всей фигне. Ну, это как ноутбук, как товар, понимаете. Я просто думал, что эти деньги идут сразу же, ну так скажем, к продавцу. Как вас зовут? Эдуард. Эдуард. Меня зовут Владимир. Вот Эдуард, Эдуард, смотрите, я думал, я думал, не надо думать, я вам уже конкретно обрисовал схему, что вас обманули. Все, примите, примите это за истину и не надо уже, вот мне, вот мне понятно, что вас обманули, с какой-то девочкой разговаривали, никакой данных нет, ничего не знаете, вы сообщаете коды, где прямо вам написано, что никому не сообщать, что если это не вы делали, то игнорируйте это сообщение. Ну как так может быть, понимаете, 43 года возраст, ну я не понимаю. Я вам ответил на вопрос, первый момент, значит, вам надо писать в правоохранительные органы и подробно всю эту информацию выкладывать. скрин из телефона, с кем звонили, переписку с сайт и все-все-все-все, ну всю информацию им предоставить и они должны расследовать это дело. Отслеживать на сайте суда появление судебного приказа, его отменять, соответственно, если будет исковое заявление, подавать встречный иск и дело будет в вашу пользу. Вот два варианта. И тогда, да, я извиняюсь, можно сказать, и тогда этот кредит в принципе этот должен отмениться, да. Они сами тогда будут изыскивать с продавца, да, я так понимаю. Здесь риск банк несет в том, что он, когда будет обращаться в суд, он должен будет доказать, что он вам дал кредит. С грамотным юристом они не смогут этого доказать, понимаете, не смогут. Но если вы будете самостоятельно участвовать в деле, однозначно они с вас взыщут, я это точно говорю, потому что из нашей беседы я понимаю, что, как говорится, ну вы проиграете дело. Вам нужно будет обратиться к специалисту, если банк подаст взыскание с вас вот этих кредитных денег и оспорить факт то, что вы взяли кредит. Но до этого сейчас, прямо сейчас вам в ближайшее время нужно писать заявление правоохранительные органы и все это расписывать, что вы кредит не брали, что на вас взяли какие-то третьи лица. Вот девочка вроде так зовут, может не так зовут. Короче, вот то, что вы мне сейчас рассказали, все это подробненько написать с приложением всех кринов, в переписке. Ну, чтоб сотрудникам полиции было легче установить, кто это конкретно сделал. Понятно, что там тоже не дураки. Там деньги, скорее всего, получили на реквизиты какого-нибудь бомжа, который, ну, знаете, да, то есть его установить невозможно. То есть понятно, что денежки ваши уже потеряны, но, по крайней мере, банк с вас не сможет ничего взыскать. Да. Ну, если вдруг чудо произойдет и сотрудники полиции отработают свою зарплату и проведут соответствующее расследование, установят виновных, найдут мошенников, возбудят уголовное дело, накажут, вы получите возмещение. Мне хотя бы, чтобы они этот кредит отменили. Но они отменить не могут, они деньги перевели. Здесь уже вопрос в другом. С кого банк эти деньги будет получать? В данном случае банк должен, банк является потерпевшим. По сути, банк является потерпевшим. Но на данный момент, пока неизвестны обстоятельства, пока не проводится расследование, вы являетесь потерпевшим. Потому что банк на данный момент думает, что именно вы взяли кредит. Потом, когда будет в суде установлено, что вы кредит фактически не брали, а что это были мошеннические действия, соответственно, правоохранительные органы должны признать банк потерпевшим. Потому что вы так ни копейки не потратили. Мне как есть и как я вам то общество рассказал, так и вот как вот было, так и все это рассказать. Да, так все расскажите. Только сразу предоставляйте нужную информацию. То есть, с какими телефонами, по какому телефону все по телефону разговаривали. Где вы их нашли, на каком сайте. Всю вот эту подробную информацию, чтобы они пробили. Ну, они видите, они же как бы не прячутся. Вот это скиллбокс и как его? Уже забыл. А, гикбрейн так называемый. Они же не прячутся. Я им звоню. Они говорят, мы зафиксировали там. Как бы наши обращения. Вы меня пугаете. Вот я вам честно скажу. Вот вы настолько наивны, что просто страшно. Страшно. Поймите, что вот то, что они говорят по телефону. Да откуда вы знаете, с кем вы общаетесь? Они могут говорить все что угодно, что они вам перезвонят. Да вы можете общаться с людьми, которые находятся в другой стране. Такое ощущение, как будто вы в первый раз с мошенниками не сталкиваетесь. Нет, я смотрел гикбрейн. Они на ютубе там смотрел. Они уже давно как бы здесь. Да они кто? Я еще раз говорю. Неизвестно с кем вы разговариваете. Неизвестно, кто за кого себя выдает. Ага. Ну как так можно наивно полагать, что вот можно по телефону там верить кому-то что-то? Даже если вам представится каким-нибудь вымышленным именем. Скажут, что вот я вот представитель там компании там не знаю там Сбербанк там еще что-то. Ну ем мое ну. Там можно сказать все что угодно. Язык без костей. Не надо только этому всему верить. Угу. И уж тем более делайте вещи о которых все говорят. Не делайте этого. Не делайте. И все равно находятся люди которые это делают. Ну жирными буквами пишут. Я уже не знаю. Везде. На сайтах авито там. На смс которые приходят. Не сообщать никому этот код. Не сообщать никому этот код. Вы берете сообщаете. Ну я просто видите как бы договаривался на то чтобы этот. Эти курсы проходить. И вы опять начинаете вот эту заезжую пластинку. Ну я же вот это. Да вы понимаете вы не слышите то что я вам сейчас сказал. Вы просто вот отключаете. Нет. Я слышал зачем. Я слышал просто. Да не надо просто. Вы просто примите это за урок. На будущее. Никому. СМС коды вот эти не сообщать. Просто. Это аксиома. Понимаете. Не важно под каким соусом у вас будет это выманивать. Понимаете. Просто за правило не сообщать. Потому что в следующий раз вошенники придумают другую схему. И вы наивно все равно кому-нибудь сообщите. Вы просто должны понять что нельзя сообщать. Вам позвонят скажут голосом там ваших родственников. Скажут вот там то то то. Нельзя этого делать. Вы можете этого понять или нет. Понятно что они вас убедили. Понятно что вы поверили. Это понятно все. Так в этом сути заключается мошенничество. Чтобы обманным путем получить у вас этот код. И вы до сих пор продолжаете верить. Что вы оказывается там какие-то услуги у них покупаете. Теперь хотите от них отказаться. Верите им сказкам которые они вам рассказывают. Чтобы подождите. Мы вашу заявку зарегистрировали. Мы вам обязательно ответим. Да вы очнитесь. Я еще раз говорю. Вы попали на мошенников. Все что вы сейчас мне рассказали. Это с их стороны неправда. Они будут тянуть до последнего. Потом когда надоест им угорать над вами. Они вам на украинском языке скажут. Идите на хе-хе. И все. Вы еще не поняли этого. Понял. Понял. Скиллбокс. Хирбокс там. Ну. Пишите заявление в правоохранительные органы. Угу. Благо что вы не перевели свои деньги. Живые. Не сообщили. Код когда. Дайте звонят там. Мошенники. Типа притворяются сотрудниками банка какого-то. И тому подобное. Это радуйтесь что. Они просто на вас оформили кредит. Взяли деньги банка. А не ваши деньги. А так бы. Обнулили бы вашу карточку. Вашу счет. Если у вас там были бы там. Это ну. Хорошая сумма. Идите потом банку доказываете. Что вас обворовали. Деньги то ваши потеряны. Сейчас так деньги потеряны банка. Единственное что банк будет к вам претензии предъявлять. Вот. Да. Вот. Можно еще сказать. Они после того как я ввел. Они мне позвонили с банка. Что-то там говорили. Вы там взяли кредит. Вот. Я бы сказал. Да. Да. Но потом они мне на следующий день. Тоже звонили как бы. Вот. Типа давайте там. Вы будете подписывать. Вот. Я говорю. Так я же уже все отказался. И говорю. Эдуард. Эдуард. Давайте я не знаю. Давайте наверное закончим уже этот разговор. Я по моему. Я по моему вам сказал. Нет. Вы опять повторяете. Вам позвонили. Вам сказали. Эдуард. Да. Вы поймите. По телефону. Такие вопросы. С банками не обсуждаются. И не решается. Ну. Вы поймите. Что. Слушайте. Откройте интернет. Посмотрите. Ютубе. Наберите мошенничество. И все. Ну. Опыта. Наберитесь. Хотя бы. На ошибках других людей. Не. Просто говорю. Нет. Что-то хотел сказать. Ну. Не то чтобы неудобно. Я не знаю. А то. Получается. Я курсы как бы. Оплатил. Вот. Ёшкин кот. Вы неисправили. Эдуард. Завершаем. Вы курсы оплатили. Да. Вы ничего не оплачивали. Вас. Мягко. Наебали. Вот. Я вам русским языком скажу. А вы продолжаете мне про какие-то курсы рассказывать. Не. Они говорили там. Они говорили. Блядь. Эдуард. Давайте не будем тратить время. Я вам подсказал что нужно сделать. Понял. 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 Пишите правонарительные органы. Можете им рассказать вот эту сказку как вас наебали. Про курсы. Про тому подобное. Они поржут как говорится. Очередной. Жизнь которого не учат. Ну вот. В следующий раз. Может быть он коды не будет сообщать. Хотя. На 99 процентов я уверен что. Повторится такая же ситуация по другим соусам. Сообщите код и. То же самое все повторится. Потому что жизнь людей. Вот таких. Извиняюсь. Как вы. Не учит ничему. Не. Вот допустим. Как вот ноутбук. Люди берут. Они тоже. Сначала едим на счет. Падает эта сумма. А потом они сами оплачивают. Так что ли. Вот допустим. В ДНС. В сетевом магазине. Вы не знаете как в интернет магазине покупают товары. Я могу сказать. Вы. Выбираете заказ в корзинку. Потом его оплачиваете. Вводите там свои данные. С вашей карточки оплачиваете. Все. Вопросов нет никаких. И то здесь надо быть очень осторожно. Потому что существует куча фишинговых сайтов. Которые выглядят точно так же. Вы можете внести свои персональные данные. В итоге попадете на мошенников. Товар вам не придет. А деньги с вас спишут. Ну да. Они вот так вот тянут все. Они по моему и не будут мне ничего. Вы еще не поняли что они не будут. Я вам по самой схеме говорю что это мошенники. Тут даже не надо ничего рассказывать. Если вы мне покажете даже сто процентов. Вот все. Все. По самой схеме. Люди. Ну кто не занимается мошенничеством. Они так не делают. Они не требуют от вас коды. Вы поймите. Этого в принципе невозможно. Как только вы начали говорить о том что какая-то девушка потребовала от вас циферки которые пришли на телефон. Все. Дальше можете не рассказывать всю историю. Все. Это мошенничество. Просто человек который говорит сообщи мне цифры которые тебе только что пришли на телефон. Все. Это мошенничество. Вот я допустим знаю что у вас открыт счет в Сбербанке. На номер телефона такой-то. Я сейчас на сайте захожу ввожу все ваши данные. Вам приходит смс. Я вам говорю скажите 4 циферки которые вам пришли. Вы мне говорите. Дальше я захожу в ваш личный кабинет. Снимаю нахер все деньги. И все. Аравидерчи. А по банку будет. Как будто вы зашли. Вы ввели этот код. Не. Ну она же видите. Она же по линии кредита. Она же не мой личный кабинет. Заходила. Очень взяла. Ладно. Эдуард. Вы меня услышали. Надеюсь. Она могла так же и свободно и мои деньги там свиснуть. Да. Ну я не знаю. Если вы сейчас еще там что-то продолжите. Там какие-то коды. Она сейчас может на другие сайты. Там МФОшки зайти. Я не знаю. На вас кредиты повешать. Вы только им почаще коды сообщайте. Которые на вам телефон приходят. Они там до хрена что на вас могут повесить и оформить. И списать и тому подобное. Ну вот они по скромному взяли на вас в Тинькове оформили. Сейчас подождите какую-нибудь историю придумают. Скажут. Вам чтобы оформить заявку. Чтобы ваша претензия была рассмотрена. Вам нужно будет сообщить циферки. Которые сейчас вам придут в подтверждение приема от вас заявки. Вы такие да да конечно вот и сообщите. Они еще с вас кредит возьмут. Ну понятно. Ладно тогда. Все. Понял. Это бесполезно их ждать тогда. Все равно просто хотите ждать. Ну я не знаю. Можете подождать ради прикола. Не ну обычно там ну как. Я просто привык. Ну как ты то что привык. Иногда вот возвращаешь что-то или иной товар. Вот. Вот допустим. Как бы. Ну одну фигню я возвращал в связь. Ну сотвой. Я тоже не сразу же вернул. Тоже там что-то ходил. Скажите пожалуйста. Эдуард. Вы когда-нибудь в жизни. Сообщали кому-нибудь коды. Которые приходят вам на телефон. И все закончилось. Благополучно. Или это первый раз такая у вас ситуация. Да. Это ну вообще второй раз как бы. Первый раз у меня как бы этот. Была такая фигня. Да. Списали с меня деньги как бы. Ага. То есть это вас второй раз наебали. Правильно я понимаю. Ну да. Да. Убить этих мошенников. Потому что ну. Условно говоря. Это естественный отбор. Одно дело когда пенсионерку обманывают. Которые. Я тоже этого не совсем понимаю. У которых там 700 тысяч списывают. Там миллион списывают. Потому что. Она берет. Сообщает вот эти коды. Разговаривая с сотрудниками банка. Ну. Вы человек достаточно. Ну. Молодой относительно. Ну. Своего возраста. И вы продолжаете в эту сказку верить. Ну. Ну. Вас ничему не научит жизнь. Ничему не научит. Если вы до 43 лет дожили. И до сих пор. Второй. Второй раз наступаете на грабли. Нет. Ну. Нет. Просто то что вам. Говорил как бы этот. Ну. Одно из моих предложений. Вот видите. Они просто. Вот что. Как бы. Ну. Пользуется популярностью. Сотовый там. Они хотели мне впихнуть. Ну. Другие люди. Там птичка какая-то. Пришла. Я говорю. Ну. Давайте там. С этим. С открытием. Вот. Они такие. Нет. Типа. Тут без открытия. Я отказался. Здесь просто. Я договаривался. Уже чисто конкретно. Понимаете. Я же не думал. Что меня. Так скажем. Обманут. А сейчас уже 10 дней прошло. И они. Я так думаю. Уже не будут. Мне звонить там. И возвращать деньги. Эдуард. Вот. Какую. Пользу. Из нашего разговора. Или какой вывод. Вы сделали. Вот. Мне просто интересно. потраченное время. Имеет смысл для вас. Мне неудобно будет. Знаете. Они скажут. Типа. Вот. Они же все равно живые. Вот. Мы же. Звоним им. И так далее. Я понял. Разумеется. Да. Мне надо будет. Какой-то толчок. Дать. И хотя бы. Эдуард. Давайте я вот. Я за вас подведу вывод. Не знаю. Захотите вы его услышать. Не захотите. Вывод. Вы должны были только сделать один. В будущее. В третий раз. В четвертый. И так далее. Разы. Никому. Код. Который вам приходит на телефон. Не сообщать. А вот это. То что произошло. Будет вам уроком. Ну да. Да. Это я вам говорю. Писать в полицию. Я прекрасно понимаю. Вас там поелозят. Поимеют во все. Скажем так. Отверстия. И скажут. Ну сам дурак. Ну сам виноват. 43 года. Ты до сих пор. Веришь в сказки. До сих пор. Сообщаешь. Коды. Которые приходят тебе на телефон. Когда тебе в смс. Блять. Написано. Этого не делать. Вот. Эдуард. Еще раз. Делаю вам. За вас. Вывод. Никому. Смс. Сообщение. Не сообщать. Давайте на этом закончим наш разговор. Потому что я не хочу слушать о том. Как вам обещают. Что вы еще надеетесь. До сих пор. Надеетесь. Что вам кто-то перезвонит. Что-то там сделает. И тому подобное. Ну потому что это. Это называется. Я. Бестолку. Потратил. Время. Объясняя вам. Не. Ну я рад. Что вы мне уделили. Время. Как бы. Ну. Я надеюсь. Что это полезно. Будет. Для вас. Потому что. Иначе. А смысл тогда было. Потому что. Многие люди ко мне звонят. Вот только. Чтобы просто рассказать. Какую-то историю. Я понимаю. Если бы я. Каждую историю. Слушал бы от человека. У меня жизни не хватит. Понимаете. Вот я вам говорю. Из всего. То что произошло. Делайте только. Один вывод. Один. Никому. Не сообщать. Эти коды. Которые приходят. На ваш телефон. Если вы это услышали. Вы. На будущее. Будете. Убережены. От всего. Неприятного. Что может с вами. Произойти. Ну судя по тому. Что вы. Второй раз. Наступили. На эти грабли. Вам когда. Третий раз. придет. СМС код. И вы его сообщите. Кому-то. Вы. Третий раз. Наступите. Надеюсь. Не подступлю. Ну я не знаю. Не знаю. Вам одного раза. Не хватило. Вы. Видите. Второй раз. Наступили. Ну. Как бы. Где два. Там. И три. Там. Четыре. И пять. Ну да. Ладно. Спасибо. Еще раз. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну вот. В продолжении нашего разговора. По идее. Вот эти. Так скажем. менты же. Они могут сказать. Типа. Он тоже. Типа. Сам взял кредит. Вот. Они же. Так сказать. Типа. Или как. Типа. Типа. Сформулируйте. Вопрос. Конкретно. Менты могут сказать. Все что угодно. Да. Ну вот. Я не могу вам предсказать. Что мент может сказать. Он может и нахер послать. Он может. И сказать. Здравствуйте. И. Вопрос ваш. В чем. Нет. Просто. Я к тому. Что. Не будет ли это вообще. Пустым занятием. Поход. Вот этой. Полиции. Просто. Видите. Как бы. Я им скажу. Вот. Да. Я там. Взял кредит. Вот. Так. Так. Короче. Ну. Склад. Они скажут. Ну. Ты взял кредит. Взял. И подальше. Дальше. Что. 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 Они вообще. Ни в какую. То есть. Они как бы. Тупо. Молчат. И все. Они деньги. Не вернут. Лишь бы. Короче. Не сказали. Так. Что. Этот. Вот. Отчет. Конечно. Обнаружим. Да. У них. Вот. Эта. Кубочка. Вот. Вот. Лишь бы. Они вот так вот. Не сказали. Что. Типа. Сам подавай. В суд. И так далее. Просто. С них надо. Как бы. Стряси. Угу. Стряси. Угу. Просто. Мне кажется. Может быть. Я не знаю. Ну. Может быть. Пусть. Стряси. Поход. Может быть. Я не знаю. Просто. как бы. Эдуард. Вот. В предыдущем разговоре. Я вам. Вот. Сказал. Что. Нужно сделать. Вот. Вы можете повторить. Могу. спрашивать. Что. Сотрудники полиции. А если вот это. Скажут. А если вот это. Скажут. Вы письменно сделаете обращение. И вам письменно дадут отказ. Либо. Возбудят уголовное дело. И вот. Уже с этим письменным обращением. Вы мне на ватсап сбросите. Вместе. Почитаем. А сейчас. Гадать на кофейной гуще. Там. Предполагать. Кто что скажет. Кто что подумает. Там. А вдруг это. А вдруг вот это. Давайте. Вы просто. Для начала. Просто. Подадите. Заявление. В правоохранительные органы. А. Ну да. Да. Это конечно же. Все это. Не. Я понимаю. Что вам не хочется писать. А будет ли результат. Вы сами себе ищите оправдание. А вот. Мне же скажут. Что это гражданско-правовые отношения. Идите в суд. Сами решайте. Соответственно. Вы не захотите обжаловать. Их постановление об отказе. В возбуждении уголовного дела. Я это все прекрасно понимаю. На это и расчет. Поэтому я вам сказал. У вас есть два варианта. Первый вариант. Извлечь из этого уроки. Больше не делать. Ошибок. Ну либо добиваться. Добиваться. Но кто сказал. Что будет легко. Сотрудники полиции не хотят работать. Если вы видели в интернете мой номер телефона. Значит вы видели мои видео. Сотрудниками полиции. Вы должны прекрасно понимать. Как они будут отрабатывать ваше заявление. Никак. Я вам по-моему в первом разговоре дал понять. Что им насрать на ваше заявление. Поэтому для вас оптимально. Вот конкретно для вас. Сделать выводы уроки. И второй раз не наступать на те же самые грабли. Но для того чтобы вам в банке выиграть. Да дело в суде. Вам нужно соблюсти формальность. Чтобы от вас поступило заявление правоохранительные органы. Чтобы у вас были доказательства. Чтобы ваш юрист потом в суде сказал. Уважаемый суд. Мы в свое время обратились в правоохранительные органы. Вот только они ни хера не делают до сих пор. Но мы сразу заявили по факту мошенничества. Мы деньги не получали. Это не гражданские правовые отношения. Потому что вы не брали деньги в кредит. Что подтверждается отсутствием получения этих денег на ваш счет. А тот счет на который деньги поступили. Там естественно запросят. Выясняют там какой-нибудь. Иван Иваныч. Бомжара который неизвестно. Может он уже умер давно. На него оформляются соответствующие переводы. К вам не имеет никакого отношения. Я сейчас проверил свою историю. Деньги были зачислены. Но они были сразу списаны в пользу вот этого кредита. Так называемого. А все-таки деньги были зачислены на ваш счет. Да. Аааа. Ну это меняет картину. Понимаете. Ну тогда я вас могу обрадовать. Вы воспользовались кредитом банка. А теперь вам будет очень сложно доказать. Что это было факт мошенничества. А как? Я немножечко не понимаю. А вот вам поступили деньги на счет. Хорошо. Я по-другому спрошу вопрос. Сколько раз вы сообщали коды, которые вам приходили СМСками на телефон? Ну два раза. А. Ну понятно. Первый раз кредит вам поступил. А второй раз списание бабок с вашей карты. Ну молодцы. Молодцы. Не. Не. Ну фишка в том, что видите. Они деньги назад они не вернут. Вот это в этом мошенничество. Мошенничество в том, что вы передали те цифры, которые вы не имеете права передавать. Вы можете это понять или нет? Вот эти операции, которые за вас сделали люди, вы должны были делать самостоятельно. Никакие цифры никому вы не должны были передавать. Благодаря вот этим цифрам на вас оформили кредит. Раз. И благодаря этим цифрам с вас списали деньги. Два. Но документально по всем запросам и так далее будет видно, что это сделали вы. Потому что доказать ваши слова, которые вы сейчас мне говорите, очень сложно. Чем вы докажете, что это не вы делали эти операции, а делал кто-то другой. Чем вы докажете? Я общался с этой девушкой, я так и скажу, что я общался с этой девушкой. Чем вы докажете, что вот эти цифры вы водили не самостоятельно, водил эта девушка. Даже если эту девушку кто-то случайно, когда-то, где-то найдет, что, понятно, это нереально. Девушка скажет, я первый раз больше. Нет, вот она. Она отвечает, как бы. Она реальный человек. Просто материнская, действительно, да. Понимаю, сейчас погуглил немного, сейчас там все в разброс. Там адрес непонятный, ну как бы. Она вообще со Свердловска. А компания находится в Москве. А этот колл-центр находится вообще там, в Ленинграде. Эдуард, чем я могу вам помочь? Скажите. Нет, я у вас спрашиваю, чем. Ну, что можно сделать? У меня спрашивают. Вот вы не сможете сделать ничего, это я вам сто процентов говорю. Из нашего общения я понимаю, что вы не справитесь. Единственное, я могу вам посоветовать, как говорится, поднять руку вверх, да. И резко опустить ее вниз со словами, ну и хуй с ними, понимаете. На следующий раз я больше таких ошибок не сделаю. Вот максимум, что я могу вам посоветовать. Посоветовать вам обратиться к юристу, который будет за вас это делать. Я вам не посоветую, потому что вы попадете на юриста, который вас точно так же наебет. Возьмёт с вас деньги, и результата у вас не будет. Вы потеряете деньги, которые вы заплатите юристу, и результата все равно не будет. Поэтому я вам советую сделать выводы, которые я вам в предыдущем разговоре советовал, сделать выводы, и больше не повторять этих ошибок. Большая сумма там взята в кредит была? 108 тысяч. 108 тысяч. Вот считайте, что вот этот урок вам обошелся в 108 тысяч. Это вы дешево отделались. Я вам просто так вот говорю, на всякий случай. Вы заплатили за такой урок очень мало. Поэтому, возможно, это не до конца вас научит. И вам потребуется еще один урок. Вот когда вы окажетесь на теплотрассе, да, без денег, без ничего, возможно, тогда вы поймете. Потому что сейчас я сильно сомневаюсь, что вы сделали выводы из этого урока. Ну, я думаю, 108 тысяч, который с вас банк взыщет, а он с вас взыщет. И я вам даже не буду советовать брать юрист. Неправильно. 108 тысяч. 108 тысяч? Да. Ну, взыщет с вас банк. Поступили. Деньги к вам поступили на карточку? Поступили. Да. Телефон вам принадлежит? Вам принадлежит. Вам с банка звонили или там хрен откуда звонили. Неважно. Вас каким-то образом верифицировали. Вам на счет карточка поступила. Ну, я предполагаю, что они вас верифицировали, что, возможно, тот настоящий звонок был из банка, который убедился, что вы это вы, позвонив вам на номер телефона. Ну, они, у них связка, я так понял. Потому что у них так все так заходит легко. Это заходит легко только с теми людьми, которые делают вот эти ошибки. Со мной бы это никогда бы не сработало. Понимаете? Потому что бы я никогда бы никому не передал бы, не сообщил бы эти цифры. Никогда. Угу. Ну, ответ. Я вам, по-моему, уже помог максимально. Так сейчас что получается? Бесполезно это писать заявление в полицию? Ничего? Или иск в суд сразу же писать? Какой иск в суд? Какой иск в суд? Не забивайте себе голову. Я вам сказал, что вам, чтобы все грамотно сделать, вам нужен специалист, юрист, который будет этим заниматься. Но это будет пипец дорого стоить. У вас есть деньги? Вы сказали, что у вас нет работы, что вы ищете работу. У вас нет денег. Вам нечем будет заплатить юристу. Юристы бесплатно не работают. Ну, понятно, да. Сами вы не потянете. Просто я вам объективно говорю. Я вам сейчас посоветую написать заявление. Но я же не буду с вами каждый раз, как нянька, вот это подсказывать. Понимаете? Это трата моего времени. А время это деньги. Нет, но заявление вы имеете в виду в полицию? В полицию, да. В полицию. Но я вам сказал, что вам нужно. Я вам объяснил, что нужно написать заявление. Я объяснил, что нужно указать в заявлении. Приложить там все-все. Ну, понимаете, я же... Вы мне перезваниваете и опять задаете один и тот же вопрос. А вот, а если, а если. Смысл мне вам сейчас говорить. Понимаете? Иногда проще взять и сделать. Но чтобы что-то делать, за это платят деньги. Понимаете? У вас денег нету. Поэтому я вам еще раз повторю. Поднимите руку вверх. И на выдохе с произношением, ну и хуй с ними, с этими 108 тысячами. Жить дальше. Потому что сотрудники полиции вам не помогут. Их надо ебать. Только тогда, может быть, они начнут что-то делать. Возбудят уголовное дело. Возможно, будут проводить даже расследование. Возможно, даже установят что-то. Но с учетом того, что бабки все-таки вам на карточку упали. Они вам могут и отказать. И, в принципе, обоснованно. Потому что, ну, извините за выражение. У вас какие-то есть гражданские правовые отношения. Вы со своей карточки перевели деньги. Ну, пожалуйста, обращайтесь в суд на эту компанию. Которую вы перевели деньги. Взыскивайте эти деньги обратно. Ну, только к банку не имеет никакого отношения. Банк свои обязательства исполнил в полном объеме. Он вам деньги на карточку перевел. Услышали меня? Ну, да. Ну, ради интереса давайте зафиналим. Какой вывод вы сделали и что вы услышали? Ну, больше никогда эти коды не сообщать. Заебись. Вот это самое главное. Ну, а по поводу подачи заявления в полицию. Ну, а вдруг подфартанет, как говорится. Вдруг вы справитесь, осилитесь. Ну, не сложно написать бумажку. Все вот это описать. То, что вы мне рассказали. И предоставили. Нет, так это не сложно. Ну, напишите. Написать можно будет, да? Напишите. От вас не убудет. Не сложно написать. А вдруг попадутся нормальные полицейские. И телодвижение будет в вашу пользу по данному заявлению. Ну, на мой взгляд, из моей практики. Девяносто процентов, что это будет просто бесполезная трата времени. Ну, с другой стороны, есть десять процентов. А вдруг? А вдруг? Почему бы нет? Даже десять процентов это прилично. Надо это использовать. Ну, самое главное. Вы сделали самый полезный вывод из того, что произошло с вами. Что больше смс-коды никому не сообщать. Ну, да. С учетом новых обстоятельств, о том, что вы говорите, что все-таки деньги поступили на вашу карточку, конечно, вероятность того, что вы выиграете суд, она стремится к нулю. Банк с вас взыщет. Конечно, вы сейчас можете попытаться вернуть те деньги, которые вы заплатили в эту организацию. Но для этого вам нужен юрист. Понимаете? Вы сами не справитесь. Нужно составить исковое заявление. Нужно найти реквизиты той компании. То есть, вы говорите, что вот надо найти юридическое лицо, вот это все грамотно оформить. Это подать по месту нахождения ответчика, либо по вашему нужно смотреть, распространяется ли законодательство о защите прав потребителя. То есть, какой договор вы там заключили на сайте у них. Вы наверняка там какой-то договор заключили. Какие условия этого договора? Ну, там я обращался в эту коммуникацию. Ну, я в Тинков обращался. Я говорю вот так. Я сейчас не про кредитный договор говорю. Я сейчас говорю про договор на вот эти услуги, которые вам предлагали. они мне сами предоставили как бы, они же мне предоставили как бы вот этот договор. Какой договор? Ну, который там был. Какой? Ну, который... Ну, который... Ну, договор купли-продажи, короче говоря. Вот на эти курсы. Ну, вот вам продали курсы. Вам наверняка продали какой-то продукт под названием там, я не знаю, там какие-нибудь курсы. Дали вам ссылку для скачивания. Вы должны скачать и наслаждаться. То есть, скорее всего, вам уже наверняка трудно будет откатить. То есть, вам через суд только нужно будет требовать возврата денег. Признать договор незаключенным, либо его расторнуть там, то-то, то-то. Ну, то есть, наверняка они уже со своей стороны свои обязательства выполнили по договору. То есть, вы заплатили деньги, они вам предоставили там какую-то там, условно говоря, флешку там или там какую-то ссылку. Ну, они в течение года же меня были обучать. Ну, смотрите, вот, если вы идете куда-то учиться заплатно, да? Заплатили деньги, но не учились. Может такое быть? Вы имеете право обратно требовать деньги, но вот не учились, но деньги даже заплатили. Не, ну я же, видите, я же сразу же отказался. Я же заплатил, а потом я на следующее утро как бы позвонил, говорю, обратите деньги. Видите, они не возвращают деньги. Вот в этом мошенничество, понимаете? Нет, нет, есть разные, есть такое понятие оказание услуг, есть выполнение работ. Это разные вещи, понимаете? Вот когда оказывают услуги, результат не гарантирован. То, что вам какие-то обучения будут проводить, это не означает, что вы будете умным. Вот когда вам дом строят, выполняют работы, да, вам результат сдают. Дом построен, отвечающий определенным требованиям. А когда вас обучают, условно говоря, английскому языку, никто не говорит о том, что вы по окончании курсов будете знать английский язык. Я же не приступил к обучению. Я сразу же отказался. А деньги ушли. И там не было такого. Они там по лаврату, просто у них такие условия, если там уже в конце обучения там. Понятно. Смотрите, Эдуард, это демагогия. Почему? Потому что у меня перед глазами нету этого договора. Надо смотреть конкретно. Это уже дело юристов. Я к чему, что вот эти, так скажем, операторы из Тинькова, они, в принципе, нормально мне вот этот договор подогнали, сказали, вот там, вот смотри. Ну, они все, что смогли, они… При чем здесь операторы из Тинькова? Давайте, вы просто разделите. Есть банк, у вас есть договор с банком, кредитный договор. И договор с фирмой, которая вам продала некий продукт. Я вам про что говорю. Это один и тот же договор, понимаете. Я подписывал, это все там, все прописано. У меня нету перед глазами этого договора. И любой юрист, который будет… Я понимаю, что вы можете скинуть. Я тоже, как говорится, могу, как в анекдоте, не врач, но посмотреть, да, полечить. Вопрос в том, что вот это изучение договора и тому подобное, это называется оказание юридических услуг. Ну, понял, понял. Нет, потому что там только в конце как бы… Я тоже, как бы, ну, смотрел этот договор. Там ничего такого. Не могу сейчас ничего вам сказать по договору, не изучая, не видя его перед глазами. Почему? Потому что, как бы, ну, так не делается. Я вам обрисовал ситуацию, что для того, чтобы вам вернуть теперь деньги, ваши деньги, это не деньги банка. Банк вам дал деньги, а дальше вы ими распорядились. Вот чтобы их вернуть, нужен юрист, который подаст соответствующее исковое заявление. Почему? Потому что вы не справитесь. Если бы я был уверен, что вы справитесь, я бы вам там что-то посоветовал и тому подобное. Но я просто понимаю, что нет смысла вам что-то объяснять, советовать, рассказывать, потому что, ну, это бесполезно. Поэтому, еще раз говорю, поднимите руку, опустите ее резко и живите дальше. Потому что у вас нет денег, потому что вам, юрист, обойдется минимум в те же самые 100 тысяч. Ну, видите, на три года там, получается, ну, сорок с чем-то ты ждешь. Сорок или сто пятьдесят тысяч дай. На три года я просто взял. Понятно. Ну, либо попробуйте самостоятельно изучить законодательство. У нас в наше время... Это мошенничество, то что они деньги не отдают. Они же могут призвать, по идее, вот эти менты так. Да нету здесь никакого мошенничества. Судя по тому, что вы мне сказали, здесь очень трудно доказать сам факт мошенничества. Вы заключили договор. Вы приобрели некий продукт. Вы его оплатили за счет привлечения кредитных средств. Вы заключили кредитный договор. Все. Вы взяли деньги в кредит. Этими деньгами распорядились. Не просто так, а в результат взамен получили определенный продукт. То, что вам этот продукт сейчас не нравится, вы что-то резко передумали, ну, извините. Идите в суде, доказывайте, что они свои обязательства выполнили ненадлежащим образом. Вам продали туфту, кота в мешке. Вы не понимаете, я вам говорю. Я вообще как бы отказался от этих услуг сразу же. Понимаете? А деньги-то они взяли. И деньги сейчас они не возвращают. Хорошо. Давайте я вас спрошу такой простой вопрос. Каким образом вы отказались? Вот каким образом? К чем это и как зафиксировались? Я позвонил на ту линию. Чем вы докажете? Куда вы позвонили? На какую линию? Договор у вас заключен в письменном виде, скорее всего, на сайте. Правильно? Вы там поставили галочки, какие-то там выполнили. Нет, это мне галочки. Ничего не стало. Просто договор мне дали. Вот. И все. Как бы я им позвонил, как бы, ну, в детстве, да. Может, надо было как-то аудио как-то записывать. Но я им позвонил. Я несколько раз звонил, как бы, потом претензию. Адуард, давайте, я понял. Я начинаю просто уже уставать от одного и того же. Я вам уже объяснил. Дальше все вопросы, это юридические вопросы. Я даже если вам буду сейчас что-то объяснять с юридической точки зрения, вы меня не поймете. Мы с вами будем общаться на двух разных языках. Я говорю, что это мошенничество. Вы говорите, что это не мошенничество. Да. Потому что я рассуждаю юридическим языком. Понимаете? Нет. Может быть, не мошенничество, когда вот я дал рекламу, как бы. Это насильно тому, что с этим, с телефоном. Я им говорю, я бы взял вот эту оплатинку, да. И вообще, там, то же самое. Потом бы я искал вот этот счет и кому бы я что-то предъявлял. Понимаете? Еще раз повторяю. Возвращайте деньги обратно. В исковом производстве вероятность того, что вы вернете деньги большая. Но это не мошенничество. Потому что вам взамен предложили некий товар в виде курсов. Это по определению не может быть мошенничеством. Потому что вы заключили договор, да. Пока. 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 Пока.